Здравствуйте, я Лилия Игликова. О том, как меняется отношение европейцев к событиям на Украине, поговорим сегодня с основателем издательского дома «Русская Швейцария» Александром Пески. Он с нами на связи по скайпу из Саратова. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие и уважаемые слушатели. Очень рада вас видеть на нашем канале и для тех, кто вас мало знает. Если можно, первый вопрос будет о вас. Из открытых источников мы знаем, что по отцу вы эстонец, этнический немец, мама у вас русская, родились вы на Кавказе, на Северном Кавказе. Детство прошло в Грозном. На родине отца никогда не жили, но долгое время работали в Германии. Сейчас вы живете в Швейцарии и являетесь основателем издательского дома «Русская Швейцария». Вопрос, какой из перечисленных фактов в вашей биографии больше всего сказывается на ваших взглядах? И вот еще, сейчас вы в Саратове. Может быть, мы чего-то не знаем? Это ваша рабочая, деловая поездка или вы по личным мотивам находитесь в этом месте? Да, спасибо за вопрос. Начну с конца, разматывать ленту. Мы в Саратове по семейным нашим делам. У меня супруга родом из Саратова и поэтому с определенной периодичностью ей нужно появляться на родине. Во-первых, просто это необходимость, чтобы там оформить ряд каких-то документальных вещей. А во-вторых, вы знаете, это вот этот вопрос, почему я в Саратове, очень сильно коррелируется с вашим первым изначальным тематическим направлением отношения европейцам к войне в НА и вокруг Украины, ко всем этим событиям. Мои дети, у меня сыну 15 лет, дочери 11 лет. Ну и мы, как бы живя в сердце Европы, в Швейцарии, у которой сегодня самый главный праздник 1 августа. У нас главный швейцарский праздник. Сегодня будем запускать фейерверки, поджигать такие ритуальные огни, костры вечером. Вот. Вы знаете, и мы привыкли все-таки летние каникулы. Они у нас не такие продолжительные, как в России или где-либо еще. Не три месяца. У нас всего лишь 6-7 недель дается на летний отпуск детям, если они ходят в школу, а не ходят в школу. Вот. И вы знаете, мы обычно отдыхаем где-то по соседству. Ведь Швейцария граничит и с Францией, и с Италией, и с Германией, и с Австрией. То есть можно только пересечь одну границу и уже подальше в страну, ну, с таким красивым или разным отпуском. А вот этой весной, когда мы думали о том, что мы будем делать, дети сами по себе изъявили желание провести больше времени в России. Наши дети родились тоже в Швейцарии уже, получается, жили с нами и в Германии. Вот. Ну, выразили яркую такое вот желание провести побольше времени в России. Ну, вот, как бы полезное, с приятным, как бы сложилось два в одном. И вот мы сейчас в России. Ну, а вы сказали, вот, когда меня представляли, и отцовские корни, и материнские корни, место рождения, образование или место работы, вы видите, еще, может быть, столетия или два столетия назад, вы знаете, люди не обладали вот такой вот мобильностью. То есть где родился, там, как правило, и пригодился. Хотя и три столетия назад невероятное количество немцев переселялось тогда из тогда несчастной Германии. Кто в США уехал, а кто-то и в Россию по зову русской. Какой русской? Она была немецкой. Кровей царица Екатерина II. То есть глобализм мы выдумали не вчера, не позавчера и не 50 лет назад. Мы живем в глобальном мире более-менее уже несколько столетий. Спасибо вам огромное за такой развернутый ответ. И еще один момент из вашей биографии. Вы являетесь кризисным менеджером. О чем это? Вы знаете, это то, о чем я уже часто говорю. Вы знаете, как в экономике, как и в политике, как и в нашей социальной жизни мы прожили, я сейчас мы говорю, потому что всю свою взрослую жизнь я все-таки провел в Западной Европе. Я там с 17 лет. Вот. Я сейчас говорю о той части света. Мы прожили в фазе постоянного роста, когда растала экономика, когда из года в год люди получали больше денег, владельцы предприятий, все больше и больше доходов. И вот в начале 2000-х сначала вот эта цифровизация, потом невероятная гиперглобализация, когда, вы знаете, один продукт, произведенный в Германии, ввезся до конечной обработки в Китай. И потом как оконечный, понимаете, шуруп какой-нибудь, произведенный в Германии, ввезся в Китай, встраивался в машину, и эта машина везлась назад. То есть вот в десятых, нулевых годах мы жили вот в этой эпохе вот этой гипергипергиперглобализации. Случился ковид. Ну, уже до ковида было ясно, что и в финансовой отрасли дела идут нехорошо. Также и в технологиях, технологических предприятиях, в индустрии классической была пропущена целая фаза инвестиций в будущее. Обратите внимание, если вы возьмете мировые индексы, да, ста самых больших компаний мира. Вот в ста самых больших компаний мира почти нет ни одной европейской. И хотя очень многие вещи когда-то были изобретены в Европе, впервые сделаны дизельный мотор, автоматическая коробка передач, либо что-то такое, вы знаете, самолет. Но сейчас Европа, вот разнежившись вот в этой фазе хорошей, сытной жизни, разнежившись, можно это назвать декадентством, понимаете, когда, ну и так все хорошо, зачем напрягаться. Европа, Западная Европа утратила уже давно, а сейчас мы это уже чувствуем в поседневной жизни, значит, вот именно эту динамику развития. И на смену классическому менеджеру, который умеет работать в благодатное время, нужны специалисты, которые за короткое время могут перенаправить какое-то производство, урезать, значит, ну там косты мы это называем, такой американизм, сократить персонал. И вы знаете, таких людей, как я, это как хирург, понимаете, он, когда отпиливает какую-то конечность больному человеку гангреной, больной кричит, брызжет кровь, а у меня зеленый халат, прорезиненный это сам. То есть я, конечно, не самый любимый современник, но я делаю необходимо. Потому что если предприятия, либо другие какие-то там, ну скажем там, партии, либо кооперативы, если они не меняются и не идут в шаг со временем, то они рано или поздно умирают. А ведь большинство из этих обществ, да, из этих фирм, да, они производили нужный человеку продукт. И вот тогда нужны такие люди, как я, которые, ну скажем так, умеют часто и к месту говорить слово «нет». Потому что в предыдущие десятилетия руководство и владельцы часто говорили слово «да», но сдержать эти обещания уже больше не могут. Европа, я имею в виду, экономика Европы, наверное, может нежиться определенное время, если есть для того условия. Но сейчас время вызовов, и нужно очень быстро реагировать. Кто-то, понятное дело, реагирует и теряет при этом, кто-то взлетает наверх, например, компания «Рейн Металл». Да-да-да, но это, вы знаете, как бы вам сказать, я жил и работал в городе Эссен в Германии. И вот совершенно рядышком с нами были и Тиссон Крупп, ребята, их большой офисный центр, и вот «Рейн Металловские», значит, ребята. Мы часто встречались в одних и тех же ресторанах вечером. И вы знаете, мы из классической, из мирной, значит, вот эпохи, из этого сектора экономики, мы всегда несколько так смотрели на них, типа, ну, ребята, мы создаем ветроэнергетику, мы создаем продукты для машиностроения, допустим, большие прессы, знаете, для автомобилестроителей. То есть мы создаем что-то такое. А вы там ковыряетесь в пушках и танках. Мы всегда так вот к ним относились несколько пренебрежительно. И мы жили, ну, я вот говорю про вот эти тучные, сытые, там, десятые, пятнадцатые, семнадцатые годы, когда я вот делал с этими коллегами, да, они всегда были не то чтобы вторым сортом, но мы всегда говорили, что, ребят, ну что вы, займитесь, перекульте, значит, мечи на орала, да. А вот вы видите, как история повернулась. Сейчас у них портфель заказов до небес, они не справляются с именно таким объемом производства, потому что у нас в Европе опять война. И, к сожалению, да, опять, опять заказываются именно мечи, а не орала. Да, безусловно, таким компаниям, как Rheinmetall в Германии, или таким компаниям крупным в США, как General Dynamics или Rhyton, у них сейчас золотой век, золотой век. И у них единственная проблема, как, 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 именно как произвести такое количество оружия в такие зажатые сроки. У них тоже есть задачи, и у них тоже найдутся кризисные менеджеры. Александр, год назад вы говорили о том, что в Европе существует тотальная цензура, если дело касается освещения событий между Россией и Украиной. Я даже процитирую. В передачах о России вы не увидите ни одного человека, который бы озвучил российскую точку зрения, потому что человек, который в наше время где-то в общественном месте хоть немного скажет, ребята, а может быть мы подумаем, будет заклеймен. И будет считаться, что он хуже человека больного лепрой. Его не слушать, не видеть вблизи нельзя. Что изменилось сейчас? Изменился градус в сторону на колени. То есть все больше пропаганды, все больше подавления инакомыслия. На сегодняшний день власти на Западе пошли ва-банк. Они знают, что в этом противостоянии они проиграть не могут и не должны. И поэтому зачищают поле, как только это возможно. Вы знаете, в большинстве стран старых демократий, как Франция, может быть Голландия, Германия, угодить за решетку, за высказывание можно, но это все-таки уже крайняя мера. Ну, вы знаете, зачищают самыми разными методами. Вы прекрасно понимаете, что если на каком-нибудь радио, или в какой-то газете, или в каком-нибудь телевизионном канале, частном, частном, государственном, мы берем за скобки. Кто-то попробует вот именно давать альтернативную точку, может быть, там с вкраплениями, ну вот просто другой стороны. Вы знаете, первым делом просто пропадет реклама вот в этих частных СМИ, на радио, на сайте. Просто пропадет реклама. И у вас не будет возможности финансировать свое предприятие. Говорю вам как издатель с 19-летним опытом. Наш журнал, который я по-прежнему свой издаю, называется «Русская Швейцария». И русская, это подразумевается, он печатается на русском языке и пишет исключительно о вещах, происходящих в Швейцарии. Мы 20 лет почти назад приняли именно эту стратегию. Мы не хотим конкурировать с комсомольской правдой в России, мы не хотим конкурировать с Таймсом из Лондона, понимаете. Мы о нашей центральной европейской жизни на русском языке. И вы знаете, русскость сегодня отпугивает. И вот у нас уже почти полтора года нет совершенно никакой рекламы в журнале. Почему? Потому что есть название «русский». Потому что пишем на русской языке. А это, как я сказал уже тогда, сравнение мне кажется уместным, это как зараженный лепрой. С этими людьми делать нельзя. Считают западные руководители. И тем не менее, обе стороны конфликта, а также европейские страны, аналитики из Европы, очень активное участие принимают в обсуждении такого вопроса. Кому выгодны прокси войны? Кто и зачем затягивает конфликт на Украине? Приведу цитату такую. Украинский военный эксперт Олег Жданов буквально на днях заявил, у западных стран, например, у США, как у главного гегемона и главного координатора нашей войны, есть свой взгляд на эту войну. Задача состоит в том, чтобы Путин вытянул всю военную машину Российской Федерации на поле боя. А наша задача ее перемолоть. Я думаю, что не мы и не сейчас будем комментировать слова этого эксперта, но также, по его словам, ВСУ зависимы от поставок техники и вооружения, хотя интересы и Запада совпадают. Вопрос такой, по вашему мнению, совпадают ли? Смотрите, когда мы говорим о Западе, нам нужно понимать, что Запад не един. Даже Европейский Союз, он не един. В Европейском Союзе есть свои течения. Мы прекрасно знаем, как видит окружающий мир именно вот эти новые, младые европейцы, их можно так назвать. Это страны Балтийские, это Польша. Как они видят? Это сильно проамериканская сила. И вы знаете, они, ровно как и украинцы, готовы сгореть в этом огне. Они же, я думаю, они прекрасно понимают, но берут это в расчет, что они находятся на острие этого противостояния, и что горит их земля, что на украинской земле сейчас разрываются кассетные боеприпасы, засоряя тем самым тот же украинский чернозем на года вперед. Это в Украине, это на Украину привезли обедненные вот этим ураном, обедненным ураном, значит, оснащенные боеприпасы. Значит, сторона, которая применяет эти боеприпасы, а это ВСУ, они заражают свою же нынку Украину, свою же землю вот этими чужими, ядовитыми веществами. Сегодня можно прочесть о том, что и министр обороны Украины, и там ряд других украинских спихеров говорят, мы, Украина, превосходный полигон для обкатки новых оружейных технологий. Но если мы продолжим это предложение до конца, крайне циничное, погибают украинские ребята на вот этих вот испытаниях современной техники. Цена этим испытаниям – жизнь. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что между тем, как видят жизнь небожителей, хозяева жизни и расходный материал люди, ну, между этими двумя, значит, галактиками просто огромная черная дыра. И да, в Евросоюзе, вы поймите, Франции и Германии, старой Европе, усугубление, углубление конфликта неинтересно, потому что у нас произошел, произошел разрыв многолетних, многолетних, многодесятилетних связей, экономических связей с Россией. Но не только с Россией, но и с Украиной. Ведь украинская экономика была и есть, она довольно-таки глубоко, значит, интегрирована в европейские процессы. Но на Украине больше нет этой экономики, которая делала сталь, спецстали, добывала уголь, такой как антранцит, которого в Европе нет, и много-много еще чего. Понимаете? То есть для старой Европы эта война – это зло. А для наших так называемых партнеров за океаном мы всего лишь фигуры на шахматной доске. Не обязательно пешки, но мы фигуры. И они на вот этом безопасном расстоянии играют в глобального хозяина жизни, передвигая фигуры туда или обратно. Они могут взять паузу, они могут сделать что-то вроде оборонной линии выстроить, а могут и начать быстро контратаку. Америка, современная Америка – это великое государство в каком плане? Огромная экономика, очень много людей, очень много технологий, вооружений. Мы все завязаны на эту страну, они это прекрасно знают, они это прекрасно используют. Но, вы знаете, я люблю повторять бесконечно одну и ту же пословицу в немецком языке, а я ее выучил, говорят, она во многих культурах присутствует. Деренья не растут до небес. Это значит, американской гегемонии тоже когда-то придет конец. Вот будет лимит. И не дальше. Когда это наступит? Вы знаете, ну тут надо обращаться к бабушке Вангель. И чтобы глубже все-таки понять всю эту ситуацию, давайте еще остановимся на некоторых моментах. В середине июля, как мы помним, прошел саммит НАТО, и участники этого события приняли совместное коммуника, в котором заявили, что Украина сможет вступить в альянс, когда союзники, цитирую, договорятся, и будут выполнены соответствующие условия. Зеленский назвал абсурдным отсутствие конкретных сроков вступления его страны в НАТО. Понятно, что даже люди, которые очень далеки от политики, должны понимать, что внутри НАТО существует консенсус, по которому четко прописано, в альянс не может вступить страна, которая находится в состоянии войны. Иначе все страны НАТО окажутся автоматически втянуты в эту войну. На каком уровне тогда высказывания Зеленского, он что, этого не понимает? И вот еще один пример. Министр иностранных дел Португалии заявил на днях. Я полагаю, что пока рано думать о том, должна ли Беларусь вступать в НАТО. И есть другие страны, которые хотят вступить в альянс. Вообще, как вы расцениваете такие высказывания? Эти люди как-то далеки от того, что происходит, не читают новостей, не общаются с людьми или как? Смотрите, мы сейчас с вами обсуждаем политиков. А политику очень важно оставаться на слуху. Значит, он должен постоянно делать заявления. И в лучшем случае, вы такие вот, знаете, граничные, которые несколько скандалом попахивают, тогда вас будут цитировать. И вы видите, мы с вами сейчас на вскидку не вспомним фамилию этого, скажем, португальского министра иностранных дел, но мы все с вами наизусть знаем фамилию, к примеру, Жозепа Борреля, который уже с седой головой. Мы еще три года назад не знали этого веселого мужчину предпенсионного возраста. Но сейчас во всей Европе и во всей Евразии имя Борреля известно. И мы крутим пальцем у виска, но мужчина-то он не глупый, понимаете? Но вот таким вот скандальным образом он создал себе вот именно этот красный уголок в нашей новостной повестке. Назад к Зеленскому. Ровно тем же занимается Зеленский. Он сейчас не менеджер, он не актер, он сейчас политик. Он сейчас руководит большой страной. И большой страной, которая находится в войне и в невероятно кризисной ситуации. И поэтому ему приходится делать все более жесткие, все более громкие заявления. Вы понимаете? Вот эта лестница наверх, она тоже сейчас рано или поздно закончится. Но ему приходится поднимать градус вот этой конфронтации даже со своими партнерами и спонсорами на Западе. Обратите внимание, на Украине есть такой дипломат по имени Андрей Мельник. Это тот дипломат, он был послом Федеративной Республики Германии. Это тот человек, который придумал прозвище федеральному канцлеру, прозвище Ливерной Колбасы. И что вы думаете? И федеральный канцлер Шольц снес вот эти вот, понимаете, обзывалки. Это умелая пиар-игра украинской стороны. Умелая, умелая. Тут не надо никак это уничтожать. А вы знаете, к вашему исходному вопросу, вектору, Украина, НАТО, Молдова, НАТО. Да нет, конечно же. Ну нет, конечно же. Не хотят страны Европы привести к себе войну в дом. Поэтому никаких конкретных дат быть не может. И обратите внимание, в тех же НАТОвских и в Евросоюзовских уставных документах есть не только о войне, это вообще форс-мажор. А там говорится также о странах с нелишенными пограничными конфликтами. Россия умело играет на этом фортепиано. У Молдавии есть Приднестровье. У Грузии есть Абхазия. У Украины есть Крым. И вот именно правительства Молдовы, Грузии, Абхазии, Украины, Армении, Азербайджана или должны отказаться от своих исконных территорий, и тогда их снесут собственные же граждане. Если они только откажутся от этих территорий, тогда они станут странами без нерешенных пограничных конфликтов. Понимаете? Ни одна страна с нерешенным пограничным конфликтом, который потенциально может вырасти в войну, не вступит в Евросоюз. Поэтому саммиты, итоговые все эти заключения, это не демонстрация работы. Вы понимаете, дипломатам, министрам иностранных дел нужно подписывать документы, чтобы показывать, что они не просто получают зарплату и отдыхают в Монте-Карло. Вы правильно заметили, что европейские страны не хотят нести войну в свой дом, но также они не хотят нести и экономические трудности. Тони Барбер, колумнист Financial Times, сказал, что пишет, вступление в Евросоюз может оказаться для Украины еще более непосильной задачей, чем вступление в НАТО. И объясняет это, являясь крупным производителем сельхозпродукции и при этом одной из беднейших стран, может в случае вступления Украины перетянуть часть дотаций до 65% бюджета, которые сегодня получают страны Центральной и Восточной Европы, что вряд ли понравится политическим партиям и электорату этих государств. Страна Евросоюза, скорее всего, то проблема эта еще и обострелась после Брексита. Абсолютно верно, абсолютно верно. И в контексте развивающегося экономического кризиса именно в Европе, он пока не смертелен. Но смотрите, у нас инфляция. У нас инфляция. А инфляция это действительно один из самых ярких показателей того, что что-то с экономикой не так. И вот эта постоянная перестройка, растущие цены на энергоресурсы. Они растут, они растут до небес. Смотрите, после взрывов на северных потоках у Германии дефицит энергоносителей газа. Последние события в Нигере. Вот буквально вчера, ребята, повстанцы сказали, не будем откружать мы ни золото, ни урановую руду во Франции. Во Франции 58 реакторов. 30% именно урановой руды получали они из Нигера. Это не значит, что завтра все закончится, потому что индустрия имеет определенную еще, знаете, инерцию. Но тем не менее, это глобальные вызовы перед нами, европейцами. Вот именно в этой семье народов мы неуспешно справляемся с поставленными, скажем, задачами или с вызовами. А когда ты еще планируешь взять в свою семью народов, именно в союз, такое большое государство, как Украина, которое, ну извините, оно сейчас уже, скажем так, сильно доведено до пункта, вот, ну, скорого распада государства. Вы поймите, когда нет экономики, когда война, когда миллионы твоих граждан покинули эту землю, когда разрушена инфраструктура. С одной стороны, вы знаете, если бы Евросоюз был на росте, такой проект Украины был бы золотой дойной коровой, потому что нет ничего лучшего, чем восстанавливать какие-то страны после разрухи. Даешь им кредиты, даешь им под эти кредиты свое же оборудование, и местные, значит, за гроши восстанавливают свою страну, но при этом влазят абсолютно в кредит к тебе на многие десятилетия. То есть это хороший, удачный бизнес-проект, который может работать, но лишь при том условии, когда кредиты дающий, и который хочет продать оборудование, сам находится в хорошем фитнес-состоянии, а мы сейчас там в Европе хромаем. И последняя точечка. На сегодняшний день Польша, страна, которая очень много и громко заявляет, но ежегодно получает из Брюсселя, из общей кассы Евросоюза, 38 миллиардов евро дотаций. Вот вы предложите полякам, мы вам из этих 38 миллиардов оставим 8, а 30 пойдут на Украину. Что мы услышим от этих звонких польских политиков? Крик «Нет! Никогда!». И в марте давайте сравним. Евроньюз писал по оценкам Всемирного банка затраты на восстановление и реконструкцию, о чем вы сейчас говорили. Украина составит около 320 миллиардов евро. С начала войны ЕС подписался выдать Украине в общей сложности 50 миллиардов евро. А сравните с риторикой, которую сейчас можно наблюдать. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос западной поддержки Украины зависит от решения президента США Джо Байдена. Вопрос в том, цитирую, что решит президент США, как он захочет идти на выборы осенью 2024 года, так, что Америка ввязана еще в одну прокси-войну, участвует там, тратит бесчисленные миллиарды в Восточной Европе или захочет идти на выборы с прекращением огня и миром. Вообще, по вашему мнению, что в развитии событий играет более значимую роль? Какие-то личные качества политиков? Мы знаем, что сейчас очень большие ставки делаются на личности именно. Или какие-то объективные экономические причины. Здесь можно вспомнить дерновую сделку, урановые проблемы, газовые проблемы. Или какие-то другие факторы, исторические, территориальные. Вы знаете, я люблю часто в своей публичной работе именно говорить, что, допустим, вот эти рептилоиды, Ватикан, масоны. Я люблю это брать за скобки, потому что наш с вами мир настолько сложно соткан. И существуют фазы, когда мы входим в такую, так называемую, зону турбулентности. И наша очень сложная система, хотя бы финансовая, входя в зону турбулентности, мы совсем не знаем, какой она будет после этой зоны. Я вам хочу напомнить. Вы помните, у нас был финансовый кризис 2008 года. И вот он разразился в США, когда недвижимость вот эта упала, все вот это. Subprime crisis, называется по-американски. И когда госпожа Меркель, одна из самых таких, ну, сильных, значит, политиков нашей эпохи, выходила перед камерой и взяла с собой господила Штайнбрюка, это ее был министр финансов. И они открыто в камеру говорили, что мы не знаем, какие будут последствия этого кризиса. Представляете? А сейчас что творится? У нас биржи на рекордно высоких показателях, при том, при всем, что у нас рекордная задолженность государств и частного сектора, и людей физических. Понимаете? Эта финансовая система трещит по швам. Посмотрим на политику. В США политику захватили люди в возрасте 70, а то и 80 плюс. Вы понимаете? И мы входим в следующий электоральный виток, а как вы сказали, что в следующем году, в 24-м, выборы в США. И сейчас там стороны будут бороться не на жизнь, а на смерть. Во своем вчерашнем видео я показал скриншот с New York Times. Там опрашивали население. Кого из республиканских кандидатов вы скорее бы поддержали? Ну и что вы думаете? Половина отдаст свой голос за Трампа. А Трамп это все-таки, по-американски опять же называется, game changer. Это тот человек, который хочет изменить сложившееся положение дела. Вторым идет Рон де Сантис 17%. А остальные, Ники Хейли и другие, по 2-3 процентика. То есть это, ну, вы знаете, можно не рассматривать. Это настроение американского налогоплательщика, человека, который может отдать голос. Дальше. У нас в Евросоюзе, в следующем, 24-м году, электоральный, значит, сезон. Выборы в Европарламент. И с Европарламентом выборы в Европарламент связана смена вот этой правящей команды Евросоюзом. Бажа фон де Лайн, Шарон Мишель, тот же Боррель, который мы с вами упоминали. Все эти комиссары стоят перед выбором. Останутся ли эти комиссары в должностях или уйдут в историю? Я предполагаю, что они уйдут в историю, потому что Европа стоит перед легкой или средней коррекцией направо. То есть консервативные партии будут выигрывать, а социалисты и зеленые будут проигрывать. Значит, с большой долей вероятности консерваторы будут формировать новое руководство Евросоюза. А вы знаете, вот тут мы с вами никак не имеем права недооценивать роль личности в истории. Вот именно в это турбулентное время. Ну посмотрите, выборы в Испании привели 50 на 50 ситуацию. То есть консерваторы с социалистами зелеными. Израиль, почему там идет битва на дорогах 50 на 50? Они никак не могут собрать правительство. Швеция, Финляндия, Бельгия, Нидерланды. Везде 50 на 50. Это я и называю зоной турбулентности. Вот случится какое-нибудь событие, черный лебедь по Дарику Носибу, и все, и эти чаши весов перевесят в одну сторону. В какую? Скажать сегодня, конечно же, сложно. Но мы в 2024 году будем видеть, я думаю, другой мир, и сильно другой мир. И я просто уверен, что так долго вот именно украинский конфликт вот в этом состоянии, я его называю украинским, хотя это глобальный конфликт, продолжаться не может. Не может. Я думаю, у нас сейчас горизонт планирования максимум полгода. И еще один момент. Мы сейчас, наверное, не можем говорить об войне на Украине как о событии, которые можно взять и рассматривать отдельно от других геополитических потрясений. Если говорить о времени, в котором мы живем, о той исторической эпохе, то как бы вы ее охарактеризовали? И что касается еще один момент, если можно, я дополню свой вопрос. Вы упомянули госпожу Меркель. Мне вспомнилась другая ее фраза. Она сказала, что, собственно, минские соглашения подписывались только для того, чтобы дать Украине время накачаться оружием и подготовиться к войне. Никто эти минские соглашения соблюдать, выполнять и не собирался. То есть есть элиты или элиты в кавычках, у которых сейчас находится власть. И эти элиты как-то умудряются договариваться между собой. Насколько мощная эта сила, насколько действенная и какое историческое значение вот у подобных событий. Я просто уверен, мы с вами стали свидетелями смены эпох. И знаете, это не первый раз. И в 91-м году развал Советского Союза и, скажем так, имплозия, то есть вот именно вакуумный взрыв вовнутрь всего социалистического лагеря. Вы понимаете, это было уже невероятное событие для всего мира с длинными, как казалось бы, нам вот именно последствиями. Но вот видите, 30 лет спустя мы опять подошли к такому поворотному моменту, когда вы понимаете, само вот равновесие в мире. И здесь не Россия, вот мы с вами общаемся на русском языке, я нахожусь в России, не Россия одна и далеко не она одна, понимаете, служит вот именно отправной точкой для этого геополитического разлада. Ну смотрите, если еще совсем недавно мы смотрели на страны типа Бангладеш, ну Бангладеш и Бангладеш, а сегодня там живут 220 миллионов человек, это половина Евросоюза, какой-то один Бангладеш, как мы считаем. Или Пакистан, это страна с 200 миллионов там живут, ядерная держава, у них там большие проблемы с климатом, с питанием, с здравоохранением, это как очаг, который производит кризисы и проблемы. И миллионы людей из Бангладеш, из Пакистана бегут во все стороны света. То есть мы стоим на пороге нового вот этого, помните, 6 век из книг истории, 7-8 век вот нашего летоисчисления, вот это вот очередной вот поход с Востока на Запад, первый, а потом Чингисхан, как он и его, Чингизиды, изменили и ту политическую, и экономическую карту огромного континента Евразия, вы понимаете? Вот. Поэтому мы с вами вот именно наблюдаем, может быть, начало вот огромной, огромной вот этой вот глобальной смены всего, всего. еще недавно был английский языком международного общения номер один. Ну, вы знаете, ну, очень скоро будет уже какой-то другой, ну, может быть, испанский. Обратите внимание, что в самих США испаноязычных уже треть населения, понимаете? А может быть, через два поколения их больше 60%. И случится такой вопрос, знаете, ведь в США они уже стояли вот на грани выбора. Какой выбрать государственный язык? Английский или немецкий? Велись дискуссии в 19 веке, потому что столько много было немцев в экономике и в политике тех же США. А сейчас испаноязычные становятся все более и более влиятельной группой в тех же США. Представьте себе, станет новым языком международного общения испанским. Вот тебе здрасте. Но все это может случиться на наших глазах. Я просто уверен. Что касается Европы, большую значимость набирает какой из языков может быть все-таки арабский? Сколько мы видим уже беженцев из арабских стран находится в Европе, постоянно проживает, нашли работу и свое место под солнцем? Да, да, абсолютно. Это один из тех языков, который входит в тройку, может быть, да, вполне, вполне. Но вы знаете, с другой стороны, те люди, которые приезжают в Европу, они в принципе очень неплохо абсорбируются. Может быть, не все культурно, но языково неплохо. Смотрите, почти все мигранты, прожив 10 лет во Франции, во Франции есть еще вот этот внутреннее ядро, магнит, которое все-таки культурно замазывает всех одной краской. То есть французский язык, он великий сам по себе, есть огромная литература, французы производят большое количество кино, музыки, и поэтому арабоязычные легко перенимают вот именно этот блок французской, к примеру, культуры, именно этот блок, да. А вот, например, тем же финнам или норвежцам сложно, ну что вы хотите, 5 миллионов населения учить сложный язык, где ты можешь говорить только вот в этом уголке мира. Вот такие малые языки, они более подвержены как бы опасности, я сейчас говорю о норвежском, финском, исландском, может быть, латышском, да, вот, французский язык еще протянет, но арабский в любом случае, как вы это абсолютно обоснованно упомянули, это растущий язык. О Европе и европейских ценностях, если будет такая возможность, буду очень рада поговорить вам в следующем интервью, а пока спасибо вам огромное за такой содержательный разговор. Если позволите, я с вами прежде чем попрощаться, буквально одно предложение скажу, и хотел бы пригласить всех, кто хочет проговорить ровно эти вещи тет-а-тет, лицом к лицу, я хотел бы пригласить на свои авторские вечера, у меня 4 августа такой авторский вечер в Москве и 6 августа в Петербурге, все, кто захочет, сможет меня найти Александр Пеский в интернете он один. Спасибо за внимание и за ваше приглашение. Спасибо большое за приглашение, нашим зрителям напоминаю, с нами был Александр Пеский, основатель издательского дома «Русская Швейцария», был с нами на связи по скайпу из Саратова. «Русская Швейцария»